Сегодня много женщин в политике. Как вам кажется, что это за тенденция? Понимаете, во времена, о которых идет речь, женщина даже не обучалась чтению и письмо. Скажем, в еврейской традиции женщин обучали чтению и письмо, начали в 19-20 веке появлять школу для женщин. А в те времена женщина вообще не училась к грамоте. Сегодня женщины обучаются грамоте. Начнем с того, как мне это и так далее. У меня радостно, что женщины учатся грамоте, учатся читать, учатся понимать, пишут книги и так далее. Должны ли быть женщины во власти? Вопрос спорный. Здорово ли это, прежде всего, для женщины и для страны? Я не берусь судить. Но я вижу, что это неравенство, которое порождено, оно порождено грехом. То есть власть жены над мужем установлена после грехопадения. Идет процесс исправления. С того времени много-много-много чего исправилось. У нас сегодня нету рабства. Правильно ли, что нету рабства? Я думаю, что правильно. Можно ли абсупатория? Можно. У нас сегодня нету ливератного брака. То есть никто не должен жениться на вдове своего старшего брата. Правильно ли это? Хорошо ли это? Я думаю, что хорошо. Есть еще какие-то заповеди, из которых человечество выросло, которые по жестокосердию допущены, даны на то, чтобы из них вырасти. Может ли быть такое, что происходит процесс исправления. И в этом процессе исправления власть мужчины над женщиной будет как-то меняться? Может быть. Я пока этого не вижу как централизовано. Пока там очень много амбиций и очень много всего. Я за этим скажу, как я к этому отношусь. Я за этим наблюдаю. Мне интересно смотреть, что из этого получится. Как к этому относиться, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok